Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос дня» и я ее ведущий Александр Климов. В Хакасии продолжается капитальный ремонт многоэтажек. В Абакане, Абазе и Саиногорске работы практически завершены. Какие объемы удалось выполнить в этом сезоне, а также о планах на будущий год, мы поговорим с директором фонда капитального ремонта Хакасии Сергеем Душенко. Сергей Юрьевич, на сегодняшний день сколько домов республики вам удалось уже отремонтировать и сколько еще в работе? Да, действительно, 120 домов на сегодняшний день у нас принято. Более того, на этой неделе также идут приемки. Мы принимаем на этой неделе город Абазу, поселок Аскиз. Также приемки будут происходить в Саиногорске, Черногорске и в Абакане. Если смотреть в процентах, то мы уже перешагнули по плану приемок 62% выполнения работы. Но это 60% в рамках прогнозируемого? Вы так и планировали? Я даже хочу сказать, что мы даже чуть-чуть вперед идем от планов наших приемок. Самое главное, что мы успели выполнить все работы, те, которые необходимо было выполнить в летний период, это наши плоские кровли и мокрые фасады, там, где мы караедом делаем по городам. И подрядчики у нас в этом году молодцы. Даже с каким-то небольшим опережением они выполняют работы. Связано это еще с тем, что мы хотим в ноябре начинать торговать уже многоквартирные дома 2019 года. Поэтому они вот такой вот себе запас дают, именно чтобы уже какой-то у них был план на 2019 год по следующим видам работ. В нескольких муниципалитетах, как называлось это, Абаза, Бакан и Саиногорск, работы практически завершены. Это значит, что там меньше объектов было? Как правило, у нас основной объем, он идет все равно в городах. Из 200 многоквартирных домов, которые в 2018 году, большая часть, это около 70%, это наши три города. Абакан, Черногорск, Саиногорск. Естественно, у нас в Абазе, если сравнивать с тем же Абаканом, в Абакане около 60 многоквартирных домов, то в Абазе их всего 7. Поэтому, конечно, там все это быстрее происходит. Больше всего каких видов работ в этом году выполняется? В прошлом году, помнится, мы с вами когда разговаривали, там массово обновлялись фасады. А в этом году какие? В этом году у нас же начался новый трехгодичный цикл, краткосрочный план. Поэтому традиционно мы в первую очередь на домах делаем кровли, чтобы уже на последующие виды работы у нас дождики не топили, не заливали наши уже выполненные работы. Поэтому в этом году из 197 домов у нас около 140 – это кровли. И в следующем году у нас уже мы переходим на этих же домах на инженерное оборудование. За эти годы, за время реализации программы, многие подрядчики уже стали, скажем так, постоянными, выполняют эти виды работ. А как качество? Все ли вас устраивает? Ну, действительно, они учатся, и у нас пул подрядчиков практически не меняется. Есть несколько новых компаний, они зашли аккуратно, взяли немного объектов, и поэтому у них есть и, скажем так, сроки для того, чтобы подсмотреть за своими соседями. На самом деле, по качеству работ, конечно же, большой прогресс. Но, к сожалению, в этом году из-за того, что в основном кровли делаются, у нас погода немножко нам помогает. Потому что мы, когда смотрели прогнозы уже гидромедцентра этим летом, из 90 дней летнего вот этого периода, около 70 дней были с дождями. Поэтому, конечно, тут, наверное, все-таки не качество, а погодные условия. Ну, где-то вот подтопили кого-то, кому-то ущерб нанесли. Естественно, все это потом восстанавливалось. Но, в принципе, подрядчиками я доволен. Сергей Юрьевич, а с какими проблемами вы сталкиваетесь при производстве работы? Очень яркие есть примеры в этом году. Это у нас в Черногорске, буквально недавно произошло два случая. Один случай был по ремонту кровли на доме, когда зашли подрядчики, начали убирать старый утепритель, шлак. Выяснилось, что при эксплуатации этой кровли на протяжении многих лет практически не велись работы управляющими компаниями. Поэтому там настолько уже в плохом состоянии оказались перекрытия, что их пришлось все менять. Это большое неудобство для собственников, потому что практически синее небо в квартирах было видно. Это вот первый такой момент. Вот ветхость вот этих вот конструкций, с которыми приходится соприкасаться, оно, конечно, поражает. Что даже возникает ощущение, как это все не упало на голову этим же собственникам в этих квартирах. Это просто чудо какое-то. И второй момент, это у нас при ремонте инженерных систем Черногорск-Пушкино-22, когда мы выполнили ремонт в доме систем холодного водоснабжения, у нас подрядчик не смог присоединиться к городским сетям. Они были тоже настолько ветхие, что приходилось постоянно подваривать, подваривать, подваривать. Эту трубу практически до колодца дошли вот по этой гнилой трубе. И там даже вот получилось, что дом, насколько я знаю, ну, больше недели оказался без воды. Там был подвоз воды организован. И вот ветхость всех этих систем мы же выполняем в рамках общедомового имущества от стены дома до квартиры. И вот зачастую мы не можем потом присоединиться ни в квартире из-за ветхости вот этих вот коммуникаций квартирных, ни к городским сетям. И вот эта вот большая проблема, хотелось бы обратить внимание, может, чтобы с нами параллельные управляющие компании работали по части замены также в квартирах гребенок. Это было бы, ну, наверное, своевременно именно в этот промежуток времени, потому что это все равно придется делать. А собственнику как-то, ну, столкнуться с этим единожды проще, чем сначала пришли мы сделали, потом пришла управляющая компания. Ну, это вот есть такие моменты. И очень хотелось обратить внимание управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций вот в этом направлении. А на сегодняшний день вы можете как-то повлиять на управляющие компании, чтобы они как-то вместе с вами заходили на объект и параллельно делали работу? Мы их приглашаем к сотрудничеству, но не везде вот они соглашаются на это. Повлиять какими-то силовыми методами нет. Фонд капитального ремонта не имеет права. Сергей Юрьевич, а проблема недопусков на сегодня, она актуальна? Да, в этом году у нас, если недопуски по квартирам, они решаются как раз-то хорошо, потому что мы подключаем управляющие компании, активно участвуют в уговорах собственников. То в этом году мы столкнулись в городе Черногорске с недопуском в многоквартирный дом в целом на ремонт. То есть у нас есть прецедент, когда один из многоквартирных домов не допускал подрядчика к выполнению работы в принципе на дом. Поэтому пришлось применить законодательство, которое нам разрешает актировать такой недопуск определенной комиссии, куда входят и муниципальные образования, представители администрации, проектные организации, подрядчика, нас. И мы актировали такой недопуск с переносом дома на более поздний период. Это вот первый раз у нас такой случай произошел в этом году. Хотелось бы также с подрядчиками обратиться и понять причину вот этих всех вещей о недопуске, чтобы в первую очередь обращались к нам за какими-то комментариями, потому что пытаются обратиться в независимые структуры, какие-то независимых специалистов искать, которые просто неправильно доносят информацию, лукавят даже где-то и вводят в заблуждение таким образом. А то, что касается платежной дисциплины, как на сегодня жители нашей республики оплачивают взносы за капитальный ремонт? Ну, наши 82%, мы с ними зашли и в 2018 год, и на сегодня у нас 82%. Там вот сотые, какие-то десятые сотые процента постоянно растут, но вот этот вот средний показатель, он держится. Мы, конечно, ведем большую судебную работу, огромную досудебную работу, но для республики 82% это, мне кажется, все равно мало. Поэтому мы на 2019 год также планируем большую работу в планах получения вот этих несобранных средств. И, конечно же, хочу сказать, что не платить не получится. В любом случае мы все равно в суд выйдем на каждого неплательщика. А как-то география неплательщиков, она меняется, вот как было ранее и сейчас какие-то муниципалитеты из-за аутсайдеров в лидеры выбиваются? Ну, тут опять же традиционно у нас города в лидерах. Конечно, на последних местах это у нас поселения. Ну, наверное, все-таки это связано и с какой-то экономической составляющей этих поселений. Ну, тем не менее, рост все равно даже в этих поселениях он просматривается. Ну, в зависимости от того, насколько мы, ну, много, мало ли вот именно судебных работ ведем в этих поселениях. А этих 82% хватает, чтобы рассчитаться с подрядчиками? Хватает, но, опять же, нужно говорить, у нас есть краткосрочный план, который мы выполняем. С точки зрения, хватает или не хватает, были бы вот эти недополученные деньги, у нас бы была возможность приближать на более ранние сроки те дома, которые стоят чуть подальше, но нуждаются точно так же в этом году. И вот именно вот из-за вот этих вот неплательщиков у нас этой возможности нет. Мы с муниципалитетами обследуем каждый год очень много домов, которые нуждаются, но которые стоят чуть подальше. Но вот пока приблизить возможности нет. Это вот те деньги, которые мы недополучили. Сергей Юрьевич, что касается размеров взносов, планируется ли их в ближайшем будущем увеличение либо снижение? С 1 января 2019 года будет какое-то повышение. Какой процент, пока я не могу сказать, потому что даже расчетного нету предложения для внесения изменений в это постановление. Ну, как правило, скорее всего, это на уровень инфляции будет повышение, потому что уже полтора года у нас повышения не происходило. Январь 2019 года это плановое повышение. Кстати, совсем недавно в постановление правительства были внесены некие изменения, касаемые домов без лифтов. Расскажите, что это за изменения? Домов разной этажности. Есть несколько домов. Это современные проектные решения, где один многоквартирный дом имеет вот такую ярусность по этажам. В этом доме, в одном адресе, существуют подъезды с 9-этажным расположением, то есть где уже лифтовое оборудование стоит, и 5-этажным, где лифтового оборудования нет. Поэтому в дальнейшем мы те подъезды, где отсутствует лифтовое оборудование, то есть мы там применять уже расценку как минимальный взнос для домов с лифтом не будем. В том числе, насколько я помню, там даже будет перерасчет за предыдущие периоды. Единственное, что это выполняется в заявительном порядке, поэтому собственникам необходимо к нам прийти и написать заявление. Кстати, а льготы по оплате взносов за капитальный ремонт, они продолжают действовать? Конечно. То есть льготы никто не отменял. Более того, насколько я слышал, даже что-то еще планируется в 2019 году в эту сторону. Пока говорить не буду о чем, но правительство Российской Федерации постоянно работает именно в этом направлении, увеличивая льготы разным категориям граждан. Но в любом случае всем необходимо обращаться в соцподдержку, в Министерство труда. Точно так же это происходит в заявительном порядке. Какая работа предстоит фонду капитального ремонта в 2019 году? Уже известно приблизительное количество домов, которые будут отремонтированы. Известно точное количество домов. Более того, мы уже на сегодня их проектируем. У нас прошло обследование первого этапа. Это 138 домов по всей республике. Это первый этап, я подчеркну. Мы их все законтрактовали на проектирование. Сегодня ведется работа по обследованию, по утверждению собственниками и управляющими компаниями. И уже к ноябрю, как я уже говорил, мы будем отыгрывать уже по строительно-монтажным работам первые дома 2019 года. Ну и вторым этапом, это у нас еще около 100 домов. Это будет приблизительно к концу ноября, начало декабря. Точно такое же обследование. В итоге в районе 200 домов мы будем ремонтировать. А какие-то новые виды работ, например, замена лифтов планируется? Планируется. Более того, сейчас на согласование у правительства лежит региональная программа, где уже приближены определенные дома на замену лифта. Поэтому все это планируется. Именно из-за этого у нас и была перенесена по плану вот эта вот этапность, второй этап на конец ноября. Сергей Юрьевич, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова